Летим в Грузию, вкусно покушать, попить вина и посмотреть достопримечательности. Я надеюсь, ролик будет вам интересен. Свинка, пене, флюктовый салат. Вся? Ямочной же. Открывай овощной. Резкая доска. Ага, яма пошла. За окном. Очень высоко, не видно ни земли. Мы летим над морем. Над морем уже летим. Значит, помидор черри, огурец, сыр, сала и зелень. Пойдет на закусочку. Приближаются грузинские вина. Будем брать обязательно. Приблизился самый момент. Грузинское вино будем пить. Красное и белое грузинское вино. Красивые девчата. Икор и соль. Соль и черный перец. И черный перец. Обедали. Получили отличный релакс от этой грузинской кухни. Это чисто грузинская кухня. Вкуснятина непередаваема. Была курица в соусе. Была курица в соусе. С рисом. Вообще шикарным. И с салатом. И с горошком. Такой овощной салат. Второе блюдо было говядина тушеная. В соусе томатном. Вообще суперовая. Аж в зубах застрелилась. Соусы очень вкусные. Такой кухни в принципе я никогда не пробовал. Салаты тоже грузинские. Именно апельсины. Что там еще были? Фруктовые салаты. Значит апельсин, ананас, арбуз, дыня и виноград. Особенно виноград. Овощной салат был помидор черри. Огурец и салатный лист. Очень эмоциональный обед. Очень понравилось. Такого в ресторане не попробуешь. Самое крутое. Здесь именно чувствуется уже грузинский калорит. Летим дальше. Сейчас посмотрю пейзаж. Покажу. Летим мы над Черным морем. Примерно большая часть половины пути. Мы пролетели. Прошло чуть больше двух часов. И уже мы начали спускаться, снижаться. Опять пошли маленькие перегрузки. Начинает уши залаживать. То есть меняется давление. Уже мы опустились в облака. То есть минут через десять мы уже будем приземляться в Аттопе. Зашли обменять доллары на лари в банк. Такой красивый центр. Принесли нам пивка чисто грузинского, разливного. Сейчас будем пробовать. И заказ на хачапури. Мы находимся в самом дорогом месте, как бы на пляжу, на центральном. Отсюда не видно. Но постараюсь показать. Не, ну самый центр. Самый центр, где все, в основном все ролики снимаются именно здесь. Самый центр, где самое красивое, где все собираются. Сейчас попробуем грузинское пиво. Хороший лагерь. Вкусно, освежающее. Тело я не чувствую. Ну, лагерь, он и есть лагерь, конечно. Есть легкий запашок такой дрожжевой, скорее всего. Оно натуральное именно пиво. Скега, которое варится, крафтовое. Это чувствуется. Оно нефильтрованное. Опять же, попробуем еще раз. То есть, горечи как таковое я не слышу. Вкус пивной и чисто лагерный. Содовый вкус слегка. Горечи, как я сказал, уже практически нет. Но это пиво. Это пиво и неплохое, нормальное пиво. Цена, конечно, приличная. Значит, бокал пива стоит 5 лари, да? 5 ларей. И хачапури мы взяли одну на двоих, потому что оно стоит 12 лари. Это как бы самое дорогое хачапури. Попробуем, что с него получится. Это 120 гривен, да? Ну, да, да. Ну, 12 лари это даже больше, чем 100. Ну, будем сейчас пробовать. Среди с ней нам хачапури. Парень, возьми. Да, все, забирай. Начала, я тогда вам поставлю, и чай принесу. Давай, да. Хотели взять две, но решили взять одну напополам. И мы были как бы правы. Очень большая. Вкусно. Пахнет вкусно, да? Ну, давай, попробуй. Чисто грузинский колорит. А ну-ка. А я думал, она немножко другая будет. А ну-ка, гурман. Расскажи-ка всему миру, как это вкусно. Или невкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Я выключаюсь на некоторое время. Ох, да. Запах я еще больше услышал. Уничтожили одно хачапури на двоих. Через силу доели. Можно было на троих, а то и на четверых ее разделить. Очень вкусно. Очень калорийно. Очень ароматно. То есть, все очень-очень. Ну, и плюс еще очень много. Одному, одну эту хачапури не одолеть. Доел я с трудом уже. Зажину. То есть, очень вкусно. Вернулись в столовую ту же самую, где мы были. Где кушали харчоб. Жена взяла еще харчоба. Ей понравился очень. Я решил сегодня взять хинкали. И попробовал очень вкусный. Остренький перец. Их не вот здесь специально. Не просто перец. А с какой-то травой там перемешанный. Ну, то есть, вкусно. Очень вкусно. Опять же, советую это место. Как оказалось, здесь самое вкусное харчо. Мы объездили почти всю грузию. Здесь очень-очень вкусное. И самое лучшее. Если вы найдете это именно кафе, обязательно вы закажите харчо. Очень хорошо. Очень вкусно. Это кафе находится в городе Батуми. Примерно вторая или третья улица от набережной. Центрального кафе. Заехали в придорожное кафе. Как? На обратном пути. Таксист завез. Говорит, пообедать. Можете туда сюда. Взяли по два харчо. И по два вина. Харчо мы сколько ели было, это настоящее. А здесь бред. Кости, одни кости кинули. Мясо практически не совершенное. Хребет положили и взяли приличную цену. По шесть лари за каждого. Недовольны мы очень. Не советую это кафе. Вот такой вид у этого кафе придорожного. Чтобы знали, что здесь и вино оказалось разбавленное. И харчо одни кости. Ну, то есть и дорогое. Никак не советую. Такой у него вид. Чтобы знали. Напротив здания такое. Разваленное. Очень плохо. Единственное. Вернее, самое плохое место, где мы кушали. Самое плохое. На улицу. Спасибо. Так, принесли нам хентали. Сейчас еще принесут что-то. Спасибо. 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 Спасибо.